В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Цены на продукты питания стали кусачими. Аномастические планы карагандинских властей. Очередные сюрпризы погоды. Цены на продукты питания первой необходимости заметно увеличились. Например, цена на картошку выросла от 160 тенге до 200 за килограмм. Другие товары тоже подорожали. В этом убедилась наша съемочная группа во время проведения рейда по торговым точкам города. Овощи подорожали примерно на 20-30 тенге за килограмм. Сейчас на рынке морковь стоит 150, а до этого продавали по 130. Капуста – 180 тенге. Ну а цена на картошку составляет 180-200 тенге за килограмм. По словам продавцов, из-за малого количества завоза картошки цены и увеличились. Все зависит от закупочной цены. К той цене, по которой мы покупаем у оптовиков, добавляем только 15-20 тенге. Все-таки нам должна быть от продажи хоть какая-то польза. От нас ничего не зависит. От завоза зависит. А когда завоз много будет? Крестьяне из поселков Долинка, Петровка также приводят на торговые точки свою продукцию. Картошку они продают по 180 тенге за килограмм, говорят продавцы. Цена на капусту тоже подорожала. Раньше она стоила 160, а сейчас цена на нее составляет 180 тенге. Овощи на рынок города привозят в основном из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Китая. Но есть и свои казахстанские поставщики. Специалисты органов по регулированию цен на продукты первой необходимости говорят, что такая ситуация на рынке наблюдается из-за повышения закупочной цены. Сегодня во всех супермаркетах картошка продается по 72 тенге. Привозная картошка из Китая сейчас дорогая. На нее закупочная цена 170-175, а продажа осуществляется по 175-180 тенге. Это в основном связано с девальвацией. Повышение цен на продукты питания в первую очередь влияет на семейный бюджет горожан. В торговых точках каждый день разная цена. 90 тенге. 90 откуда привозите? С Таджикистана. А кто в этом? Да. Вагонный партнер. За сколько оттуда вы привозите? За сколько? За сколько? За сколько? Свою цену продаем. Раз там уже дорого. Дорога дорого берет. Что еще? По 60 тоже продавали, по 200 тоже продавали. Разная цена. Цены на колбасные изделия тоже увеличились на 20%. Мясная продукция в магазинах продается по завышенным ценам. Из-за девальвации цены на товары первой необходимости увеличиваются. Так считают и сами продавцы. Если качественная продукция, если она выполняется из мяса, то будет не низкая, но средняя цена. Сыры чуть-чуть подорожали, так как закупочная цена поднялась. Но опять же закупочную цену не могут, а на время поставщики. Соответственно с прайсом цена поднимается у нас. Не сказать, что сильно много. На сколько? Ну примерно в процентах на 20 где-то. Рис стоит 230 тенге. До девальвации стоит 160. Нам не объясняют. Привозят товар и говорят, что он подорожал. Нам не объясняют почему, в связи с чем это связано. От себя вы ничего не добавляете? Нет, абсолютно. Дело в том, что нас контролирует Экимат. И мы накладные держим все. Вот. То есть пришли, мы им показываем накладные. Сахар подорожал. Сейчас он 200. Сейчас контролируются цены на продукты питания первой необходимости. Что касается цен на овощи, то до середины июня они точно не понизятся. Ну а осенью, как всегда, горожане смогут покупать овощи и фрукты гораздо дешевле. В третий день ЕНТ самые лучшие и самые худшие результаты были в Осакаровке. Члены комиссии, наблюдавших за сдачей ЕНТ, никаких нарушений не выявили. Вчера экзамены сдавали выпускники Шетского, Нуринского, Осакаровского, Каркарлинского и Бухар-Жираусского районов, а также Каражала и Осакаровки. Всего около тысячи человек. Самый лучший результат зафиксирован в Осакаровке. Сразу три ученика набрали по 115 баллов. Но там же тестировался и выпускник, который хуже всех заполнил опросник и дал всего 21 правильный ответ. Средний результат третьего дня тестирования составил 69 баллов. По информации Управления образования, никаких нарушений в районах не выявили. Всего по стране в третий день тестирования приняло участие 25 646 выпускников. Из них 7 436 не смогли преодолеть пороговый уровень. ЕНТ продлится до 9 июня, а до 15 июня члены операционной комиссии будут рассматривать жалобы. Потеря родного языка ведет к утрате национальной самоидентификации. Об этом и о проблемах изучения государственного языка говорили на областном семинаре, организованном Карагандинским государственным университетом имени Букетова. Политики и ученые республики считают, что в условиях глобального мира Казахстан рискует потерять родной язык. Негативные последствия в познании казахского языка можно проследить уже сейчас. В стране в целом и системе образования в частности нужно срочно искать баланс между духовными ценностями народа и влиянием на них мировых тенденций. С обретением независимости страна сделала гигантскую работу по развитию государственного языка. Школы, детские сады, литература, СМИ – это важно, но этого мало. Чтобы газеты на казахском языке читали, а программы смотрели, нужно не только понимать, но и думать на родном языке. А этому, к сожалению, у нас не учат. Популярность того же английского обусловлена не только экономической целесообразностью, а куда больше грамотным современным преподаванием, чему нам еще учиться и учиться. Целесеминары – повышение изучения казахского языка взрослого населения, применение в изучении государственного языка, новейшие технологии, повышение уровня изучения государственного языка. Истинно проста, чтобы полюбить язык, нужно полюбить страну. А у нас в любом учебнике по казахскому языку сплошные шаблоны, что только затрудняет обучение. Методики скучны, визуализация, отсталое аудио и видеовспомогательные материалы оставляют желать много лучшего. Проблема слабого освоения государственного языка в самой подаче. Все сводится к банальной зубрежке. Учителям и преподавателям родной речи нужно начинать с самого основного – вовлечь учащегося в обучение и поддерживать его интерес к изучению государственного языка весь курс обучения. Этому и посвящены семинарные доклады. Будут проведены три мастер-класса по изучению казахского языка. Сергей Высокосов, Айден Жакан, Ернур Жумарт, Первый Карагандийский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия «Профиль Галлтек» 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. В Казахстане закончился пятилетний мораторий на переименование улиц и населенных пунктов. Аномастические планы у наших властей достаточно серьезные. В Караганде, возможно, появятся улицы Бугенбай-Батыра, академика Сагинова, Абая. Чиновники не выдают тех, кто обратился к ним с аномастической инициативой. Как говорит руководитель отдела культуры и развития языков Караганды Баян Нуртаева, на сегодняшний день уже подано более 50 заявлений о переименовании улиц, остановок, школ, библиотек и госпредприятий. На сегодняшний день в Акимате создана рабочая группа, которая будет рассматривать все материалы, поступающие в отдел культуры. Недели через две предложения по переименованию будут поданы на рассмотрение маслехата. Все процедуры будут проводиться публично. Мнение населения тоже будет учитываться. Все документы областная ономастическая комиссия будет передавать в республиканскую. Только после решения республиканской комиссии изменения будут носить официальный характер. К примеру, улица Магнитогорская может стать улицей Бугенбай-Батыра. Улица Ленина, возможно, будет носить имя академика Сагинова. А вот улицу Гоголя хотят соединить с проспектом республики и назвать в честь Абая. В какую сумму обойдется бюджету и карагандинцам, смена табличек на домах и переделка документов на свои квартиры пока не подсчитана. В Карагандинском театре имени Сакена Сифулина собрались сотрудники областного департамента по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. Общественность города поздравила их с 20-летием образования органов финансовой полиции. Акимовласти Буржан Абдишев выступил с поздравительной речью и вручил от своего имени 5 почетных грамот и 5 благодарственных писем сотрудникам департамента финансовой полиции за образцовое выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-розыскной деятельности. Вас отличает высокий профессионализм, преданность своему делу, глубокое чувство долга. Убежден, что у вас имеется большой потенциал для укрепления завоеванных позиций, дальнейшее повышение эффективности работы в целом для страны. Разрешите еще раз поздравить вас о вашем весе всех сотрудников и ветеранах органов финансовой полиции профессиональным праздником. Об истории возникновения и об основных приоритетах оперативно-служебной деятельности органов финансовой полиции рассказал начальник департамента Канад Артыкбаев. В условиях, когда страна переходила от социалистической экономики к рыночной, контроль за соблюдением законности в финансовой сфере был вопросом выживания страны. Именно тогда, ровно 20 лет назад, 6 июня 1994 года, правительство Республик Казахстан приняло постановление об образовании управления налоговой милицией. Стратегические цели органов финансовой полиции вытекают из поручений главы государства Мурсултана Абишса Назарбаева, а также указания председателя Агентства Республик Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Рашид Тультавича Туспекова. Деятельность органов финансовой полиции направлена на борьбу с системной коррупцией, хищением бюджетных средств и противодействием теневой экономики. Во главу угла ставится выявление преступлений, которые носят организационный и системный характер, а также наносят значительные вреды интересам граждан и нашего государства. 8 юбилейных медалей, 20 грамот были вручены ветеранам органов финансовой полиции, объявлено о досрочном присвоении двум сотрудникам званий полковника и подполковника. 23 отличившихся сотрудника департамента награждены медалями и почетными грамотами. За активную пропаганду деятельности финансовой полиции области были награждены грамотами и представители средств массовой информации. Среди них и Первый Карагандинский телеканал. В праздничном концерте приняли участие звезды как областного, так и республиканского масштаба. Сергей Высокосов, Айдлин Жакан, Ярнур Жомарт, Первый Карагандинский. У полицейских областей закончился конкурс «Лучший по профессии». Блюстители порядка выбрали в своих рядах лучших участковых инспекторов. Добропорядочные граждане своего участкового мало знают. Но проблемные квартиры, любители дебоширить, неуважающие закон. Участковые обязаны знать в лицо. И знают. Истина проста. Лучше предупредить преступление, чем его расследовать. Полицейские соревновались на отличное знание норм уголовного и административных кодексов, на лучшую огневую и физическую подготовку. Первое место было присвоено сразу двум полицейским. Участковому полиции УВД Жасказгана старшему лейтенанту Асхату Нуртазу и участковому из города Балхаш, капитану полицию Серболу Консбаеву. Два вторых места взяли темиртаусцы. Представитель юго-восточного отдела полиции Караганды Галым Мустаханов был третьим. В эти выходные на севере, востоке и в центре Казахстана ожидаются заморозки. Так сообщает Госметеослужба Казгидромет. Ночью 7 и 8 июня в Кустанайской, Североказахстанской областях, 8 и 9 числа в Акмолинской области. Ночью 9 июня в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и в Карагандинской областях местами ожидаются заморозки. Температура воздуха понизится от нуля до минус 5 градусов. Вот что сообщил нам дежурный синоптик. До какого числа будет держаться холодная погода в области, пока неизвестно. Сегодня синоптики лишь прогнозируют, что с 10 июня в области будет небольшое повышение температуры. Воздух прогреется от 15-20 до 25 градусов тепла. А ночью от 2 до минус 7 градусов. Так что пока остается только ждать теплых дней. Но начнется уже с 8-го числа. Это похолодание. Дневно, что похолодать, и вечером с 9-го у нас будут заморозки. Это по северной области, преимущественно Сакаровский район. В Караганде будет около 0 градусов. Передали только на 9-е. С 5-го числа начнется ослабление этих морозов. Ну, то есть уже положительной температуры будет. Заморозков уже не будет. Вот 10-го числа небольшое повышение. И дальше у меня вот карта, например, до 13-го. Пока в том же духе. 15-20, местами 20-25 днем. А ночью 2-7 тепла. А днем, ну, в это время будет около 18-17 градусов в Караганде. А по области 15-20. В эфире нашего канала. Сразу после выпуска новостей вы сможете посмотреть график отключения электричества согласно проводимым плановым работам Караганды-Жарык. Хороших вам выходных. Аман Сау Болгстар. Это были все новости на сегодня. Приятных вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова